Долги за услуги сбора и вывоза мусора в республике превысили 300 миллионов рублей. Глава региона поручил в ближайшее время повысить платежную дисциплину. Исполнение законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами одна из тем координационного совещания по обеспечению правопорядка. Подробности в следующем материале. Многомиллионные долги за сбор и вывоз мусора накопились буквально за год. Глава республики поручил руководителям муниципалитета встретиться с теми, кто не оплачивает услуги регионального оператора и понять причины. В противном случае последуют штрафы и пени. Михаил Игнатьев отметил, что принципиальная задача правительства поддержать семьи, чьи коммунальные платежи превышают 20% от доходов. Мы обеспечиваем социальную защиту, гарантированную социальную защиту со стороны, соответственно, правительства Чувашской республики. Вот это самое главное в нашей государственной позиции. Надо будет дополнительные средства заложить. Я об этом уже говорил, поручения давал. Поэтому финансо-экономический блок тоже об этом знает. Еще одна задача для муниципальных властей – оборудовать площадки сбора мусора. Крайний срок – 1 сентября. Как исполняется поручение главы региона, проверили природоохранные прокуроры. Одной из причин задержек при обустройстве площадок является отсутствие на местном уровне до конца понимания процента участия в инициативном бюджетировании. Я имею в виду конкретную сумму денег, которая должна прийти от населения. Кто-то понял, что раз республика финансирует 60-80%, то остальные 40-20% должны платить жители. И в итоге это создало еще большую напряженность социальную. А причина – отсутствие обратной связи с профильным министерством, в данном случае с Минсельхозом. В итоге не все могли поучаствовать в инициативном бюджетировании. Где-то районы добирали деньги из своего бюджета районного. Глава администрации районных городов, есть вопросы? Кто не может завершить до 1 сентября? С точки зрения дальнейшей работы мы останавливаться не будем, только вперед. На сегодня 5189 мест накопления необходимо обустроить. 3451 место накопления обустраивается в рамках реализации проектов развития общественной инфраструктуры. Еще одна тема Координационного совета – реализация национальной стратегии противодействия радикальным и экстремистским группам. В поле внимания – мигранты. Анализ стратегических сведений показывает, что на территории Чувашьей республики, как и по всей России, увеличил число пребывающих иностранных граждан и в лет без гражданства. Основное количество мигрантов составляет граждан-участников стран СНГ. Именно из Узбекистана, Таджикистан, Украина, Туркменистан. В отношении 54 иностранных граждан и в лет без гражданства нарушение права пребывания Российской Федерации постановлением судов республики вынесено решение о административном выдворении за пределы Российской Федерации. Экстремистских угроз в республике не наблюдается. По данным соцопросов, более 90% респондентов оценивают положительно межнациональные отношения в регионе. Дмитрий Ковалев, Алина Сусмятова и Бахтияр Вильеев. Республика.